Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, продолжаем изучать притчи и продолжаем изучать Тору. Сегодня первый день, первый день первого месяца 21-го года по Григорианскому календарю. Какой-то Григорий когда-то сделал календарь, и мы теперь по нему живем в Григорианске. Все. Хорошо, друзья, значит, а мы находимся в 29-й главе, в отрывок сегодня у нас, знаете, какой? Отрывок у нас сегодня, 17-й отрывок и 18-й отрывок. А еще мы находимся в, если говорить, недельная глава, то сейчас Ваехи называется. Недельная глава Ваехи, очень важная глава недельная, как раз вообще, где Яаков, Яаков, праотец Яаков, он умирает и благословляет своих сыновей перед смертью. Очень интересная тоже глава. Хорошо. Значит, что говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей? Что нам говорит царь Соломон? Говорит он так, 17-й отрывок. Он говорит так, Ясер это наказывает, давая страдания сыну своему. Наказывай сына своего. Представляете, так он прямо говорит, царь Соломон. Ваянихеха, и он утешит тебя. Вейтен мааданим ленавшеха. И будет он давать, мааданим это деликатес, это вкусная еда. Мааданим это вкусная еда, подарки такие для тебя в старости. Что имеется в виду, смотрите. Значит, в 3000 лет назад не было никаких пенсий, не было никаких таких, знаете, как сейчас, айфонов, банков и так далее. То есть, 3000 лет назад жизнь была совсем другая. Человек с детства выживал. Вот он конкретно выживал, потому что магазинов нет, супермаркетов нет. Есть вокруг какие-то там, что вырастил, то и съел. Вот такая была жизнь. Что вырастил, то и съел. И вся жизнь была посвящена тому, чтобы найти, что покушать. Вот реально, конкретно, мы сейчас как бы уже об этом, ну, даже сложно себе представить. Но так продолжалось еще 70-80 лет назад, например, на территории бывшего Советского Союза. Был голод. Война, был голод. А 100 лет назад, 200, 300, 500 лет назад, 1000 лет назад, голод, эпидемии, голод, эпидемии. Дети и звери, татаро-монголы. Дети и звери, татаро-монголы. Эти самые. Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Потому что их села и Нивы за ихний набег что-то обрек он мечам и пожаром. То есть люди совершенно дити. Эти половцы, эти вот, помните, ледовое побоище, да? Прям реально, ледовое побоище. На льду, значит, и они эти все рыцари с железом обвешались, и на конях тоже с железом коней обвешали. И давай все друг друга, лишь бы кого-то зарезать, убить, и все. Теперь, поэтому, любой человек, который доживал до 20 лет, он стремился, как можно больше мужчин, нарожать детей. То есть у него была какая система? Он нарожает много детей. Эти дети потом, если они доживают до 20 лет, что было очень редко, детская смертность была больше 50%. Эти дети, которые дожили до 20 лет, они, у них уже есть бригада такая, как мини-банда. И они, значит, это мини-банда, она может защищаться, может нападать, то есть было выгодно очень сильно для того, чтобы выжить, для того, чтобы выжить, да. Человеку нужно было срочно размножаться, без остановки, потому что иначе все. И если этот отец, он, все-таки ему повезло, ему повезло, этому отцу. И он хорошо размножился, удачно. Удачно он размножился, у него есть, у него есть дети, например, да, нарожал он детей, жен у него несколько, он захватил пленец, рабынь каких-то понакупал. Раньше женщин же, ну и мужчин тоже продавали в рабство. И он накупил себе этих рабов, рабынь. Сейчас, секундочку, у меня падает телефончик. Сейчас, сейчас, секундочку. Сейчас я сделаю, чтобы была энергия, главное, чтобы была энергия и сила. И вот эти дети, и вот эти дети, они потом, значит, они друг с другом борются. Почему они друг с другом борются, эти дети? Потому что они от разных жен. И каждая мама, она настраивает детей против детей другой мамы. И они между собой, у них как кланы такие, да, эти дети. И они все ждут, когда же папа уже умрет, чтобы разделить наследство. В общем, была жуткая история. То есть, очень тяжелая была жизнь 3000 лет назад. И в этой истории воспитательный момент, то есть, детей с детства приучали к суровой правде жизни. То есть, например, спартанцы, спартанцы, они выбрасывали детей, таких, которые слабеньких, выбрасывали в пропасть. И они говорили остальным детям, смотрите, будете слабыми, мы вас тоже в пропасть выбросим. А что, эти такие дети, они стоят испуганные, а что же делать нам? Давай, тренируйся, значит, понятно, да, тренируйся, развивайся, и, значит, будем тогда, нападем на кого-нибудь, у них все заберем. Примерно такая была жизнь. И вот, значит, говорит царь Соломон, что в тех условиях отец, если он делал сына неженкой, то он ему, считай, обеспечивал, обеспечивал ему смерть. Поэтому говорит царь Соломон, ясер бен ха, то есть, давай ему страдания, сыну своему, и тогда, тогда он выживет, и он тебя в старости будет содержать, он тебя в старости будет содержать, вэйя не хэха, и он тебя в старости будет уважать, вэйтэн мааданим линавшеха, он тебя в старости будет кормить. Представляете? Вот это именно то, что было раньше написано. А теперь, как это сейчас работает? Я специально нашел историю Хабиба Нурмагометова. Это самый на сегодня один из самых сильных бойцов в мире, которого воспитал таким бойцом его отец. И вот прямо я привел, если вы потом на сайте посмотрите, этот кусочек из интервью, что Нурмагометов, старший, он быстро понял, что у детей не должно быть много свободного времени. И он, потому что, если есть свободное время у подростков, тогда что? Начинаются подростковые проблемы. И Хабиб благодарен отцу за то, что тот заставлял его заниматься спортом в переходном возрасте. У Хабиба не было ни минуты свободной. Отец заставлял его тренироваться. И когда дальше написано, Хабиб зарабатывает сейчас большие деньги, однако на себя не спешит их тратить. На первые заработанные сто тысяч долларов он купил машину для отца. Вот вам, пожалуйста, иллюстрация того, казалось бы, да? То есть, тот отец, который ребенка заставлял тренироваться, не давал ему минуты спокойной, ребенок ему благодарен, и он потом на первые же деньги покупает отцу машину. А другая семья, Игорь Сосин, если вы погуглите, я специально приведу этот рассказ, недавно совсем умер в Занзибаре миллиардер один, Игорь Сосин его звали, да? А до этого сын 16-летний Игоря Сосина задушил свою маму, убил свою маму под наркотиками он был и убил свою маму. То есть, те родители, которые детям дают развлекайся, отдыхай, на тебе все, все, что ты хочешь, на тебе, на тебе, главное, расслабляйся, не напрягайся, все за тебя сделаю. Там до этого было, что, а другой сын вот этого, который умер миллиардер, да? Сосин, Игорь Сосин, его сын, на его 13-летие вызвали какого-то рэп-певца, не помню, как его звали, и он что-то не так спел. Так этот сын 13-летний приказал охране избить этого певца. Представляете, да? Разница в воспитании. То есть, папа Хабиба Нурмагометова минут ему не давал, его, можно сказать, то, что царь Соломон говорил, я сэр Бенхат, давай ему страдания, заставляй его работать. И что? И, значит, заставляй его работать, Венхеха, и он потом будет тебя утешать, отца. И потом он тебя в старости, он будет тебя кормить, кормить тебя будет, даст усладу твоей душе. Почему? Он тебе будет благодарен. Представляете, как? Вот это вот история. Да. Теперь давайте дальше. 18-й отрывок, говорит нам царь Соломон. 18-й отрывок он говорит нам так. Он говорит, если нету хазона, хазон это пророчество. То есть пророки, они видели, у них был хазон и шаягу, есть такое пророчество. Пророки видели, они как бы заходили в духовный мир и видели суть всех вещей. Когда они видели суть всех вещей, они видели будущее, они видели суть человека. И они все время приходили к людям. В каждом поколении пророчество было очень развито в Израиле во времена первого храма. Как раз царь Соломон, он был пророк, он построил первый храм. И во времена первого храма, когда было усилено божественное вот это духовное влияние, во времена первого храма было очень много пророков. То есть люди, которые занимались своим духовным ростом, они заходили вот в это духовное пространство и они видели причину всего, духовный мир. И они, когда возвращались к пророке, они подходили к человеку конкретному, говорили, слушай, ты не туда идешь, ты, например, не надо грешить. Дальше, народу, они прям пророчествовали, говорили, вы что, если вы будете, не будете выполнять заповеди Бога, будет так и так. И говорит царь Соломон в 18-м отрывке, когда нету пророков, испортится народ. То есть если народу не увещевать, не говорить им правильные вещи, народ куда пойдет? Народ будет смотреть Comedy Club и насмехаться над всем святым, что только есть у человека, над семьей, над отношениями, над детьми, над родителями. И народ, значит, и фраам, то есть он будет такой расхрыстанный, если не будет тех, кто их увещевает, то есть с духовного уровня пророков. И продолжает он. Ушмор Тора Ашреу. Тот, кто сохраняет Тору, он счастлив. Значит, вот были пророки. Пророк заходит в духовный мир и оттуда он выходит и говорит, что Бог конкретно каждому человеку или всему народу советует. Теперь это то, что называется пророки. Но потом, когда пророки исчезли, то книги пророков, книги пророков, они собраны в святые книги. Это Тора. И теперь только тот, кто изучает книги пророков, как мы с вами сейчас делаем, мы изучаем притчи царя Соломона, он будет счастлив. Остальные счастливы не будут. Остальные счастливы не будут, потому что само понятие счастья, да, само понятие счастья, давайте чуть разберемся, что значит тот, кто сохраняет Тору, будет счастлив. А если человек не нарушает духовные законы, то он не будет счастлив. Как это работает? Значит, смотрите, когда человек бывает счастлив, он бывает счастлив, когда у него в жизни все складывается. В момент, когда у человека что-то складывается, то в этот момент, что значит складывается? Он себе задумал какую-то вещь, которую он хочет получить, у него эта вещь получилась, и в этот момент он счастлив. Понятно, да, что такое счастье? Теперь для человека, который нарушает духовные законы, который нарушает законы, которые установил Бог добро и зло, для такого человека в долгосрочной перспективе счастье невозможно по определению. То есть, он нарушает основополагающие законы мироздания, которые он может, большинство нарушает эти законы, не зная, не понимая эти законы. Например, возьмем самый простой закон, который Бог установил. Бог сказал, что воровать нельзя, нельзя у человека забрать чужое. Ну, это как бы очень понятный закон с точки зрения лодики, что нельзя забирать у человека чужого. Но если мы посмотрим на маленьких детей, то этот закон абсолютно не очевиден. Маленький ребенок в песочнице, пока месть он не знает, у него нет интеллектуального еще управления собой, то все, что он видит и все, что ему нравится, он хочет забрать себе. Получается, что у человека его животное инстинктивная натура, она ведет его к тому, чтобы он нарушал божественный закон нельзя воровать. Теперь, дальше ему объясняет мама, папа, воспитатель, говорит, там, сыночек, нельзя воровать. Он говорит, в смысле, что значит воровать, я вообще такого слова не понимаю. Мне нравится игрушка, вы же мне только вчера сказали, что надо делиться, значит, если я должен делиться, значит, и он должен делиться. А если я у него забрал вещь, так он должен быть рад, он же со мной поделился. Родители говорят, не, 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 ты не понял. Нельзя забрать чужую вещь без спроса. То есть, если человек разрешил, можно, не разрешил, нельзя, начинает ему что-то объяснять. Ребенок послушал, послушал, и дальше у него есть выбор. У него есть выбор поверить родителям, не поверить родителям. И он уже взрослый человек, он постоянно себе думает, так, могу я взять чужое или не могу взять чужое, а оно ему надо, оно ему не надо. Теперь, религиозный верующий человек, он говорит, в 10 заповедях написано, не воруй. Аль Тегнов, не воруй, все, нельзя воровать. Теперь, то есть, какой у меня выбор, или я Бога слушаю, или Бога не слушаю. Теперь, а Бог же, он, это духовная реальность, это духовный закон. Его человек для себя выбирает, верит он в Бога, или не верит. Теперь, если он верит в Бога, тогда он не ворует. Но теперь возьмем другой вариант. Человек в Бога не верит, и он нарушает духовный закон, нельзя воровать. И он взял один раз чужое, взял другой раз чужое, взял третий раз чужое. Но, если мы возьмем чистую даже логику, простую логику, математику, статистику, то мы видим, что в случае, если человек забирает у другого чужое, то его будут искать. То есть, этот духовный закон включает физические законы, этот духовный закон включает прокуратуру, милицию, спецслужбы, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, но если вдруг человек украл, и вот, ну вот он думает, я в безопасности. Он не в безопасности, потому что, что духовный закон, Бог же, он установил эту реальность. Если человек нарушил духовный закон, то тогда все равно на него рано или поздно приходит наказание. То есть, он нарушил закон, который говорит, что нельзя брать чужое. Есть очень, я слышал несколько историй про это, как человек, например, у кого-то украл, а он украл последнее, и тот человек из-за этого умер. Или это были деньги, отложенные на операцию ребенка. И получается, что украв эти деньги, человек является, тот, кто украл, он причина того, что у кого-то умер ребенок, не дай Бог. Представляете? Вот такая вот история. Хорошо, давайте подведем итог. Значит, есть первый нам 17 отрывок, мы сегодня разобрались, что воспитатель, отец, должен сына воспитывать, а человек, он для себя должен быть воспитателем, и он должен себя воспитывать, он должен уметь управлять собой, и часто, вот смотрите, простой пример. человек знает, что ему надо заниматься зарядкой и спортом. Но зарядка и спорт, это штука дискомфортная. И вот один человек, он говорит, не, я не могу, не могу я заниматься спортом, нету сил, все, я лучше отдохну. Другой человек говорит, я себя заставлю, и он тренируется. То есть, казалось бы, тот, кто себя заставляет, он делает себе страдания, но в итоге, он становится здоровый. А тот, который себя попускает, он в итоге становится каким, он в итоге становится слабым, толстым, и вредит себе. И вторая вещь, что, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, можно отдать на откуп каждому отдельности. И если каждый в отдельности, он будет всегда, то, что я хочу, то добро. То, что мне не нравится, то зло. Теперь, если так будет жить каждый, то будет полная анархия и полный беспредел. Поэтому есть у нас книги пророков, есть у нас святые книги, которые совпадают. Вот многие спрашивают, я еврей, я религиозный еврей, соблюдающий заповеди, ортодоксальный полностью еврей. Теперь, но если мы возьмем Тору, то окажется, что в христианстве на 90% идет полное совпадение по всем заповедям, по всему, что такое добро, что такое зло, создатель мира и так далее. В мусульманстве идет на 90% совпадение, что такое добро, что такое зло, и с христианством, и с иудаизмом. Теперь, есть люди странные какие-то, да, царь Соломон был пророком, да, он был один из пророков, который построил первый Иерусалимский храм, который был сыном царя Давида, и который передал нам в притчах, передал Тору в понятном формате. То есть, мы получаем божественное знание через понятный формат, а я с помощью, из-за того, что я изучаю Тору уже много лет, то я понимаю в оригинале, как он говорил именно, как он в Иерусалиме учил вот этим притчам народ, и я это понимаю, перевожу и, значит, рассказываю тем, кому это интересно. Кому интересно, рассказываю, кому неинтересно, не слушайте. Это же очень просто, выключите все. Полностью, сегодня мы уже, конец притчи, 29 глава, мы уже в конце, всего 31 глава там. Все предыдущие уроки есть на сайте vaikra.com, vaikra.com, есть такой сайт, и там вы можете посмотреть все предыдущие уроки и все предыдущие главы. Все, всем хорошего дня, хорошего года. Шаббат шалом, так как сейчас мы находимся в канун шаббата. И чтобы делайте добро, и тогда на вас вернется добро. Тот, кто делает добро, на него возвращается добро. Тот, кто делает зло, должен знать, просто конкретно знать, что все возвращается. Все, удачи, успехов, пока. Продолжение следует...